Стоп. Закрой его, закрой. Так они одинаковые. У них экран только другой. Друзья, всем привет. Здорово. Мы сегодня расскажем вам про центр нашей вселенной, про наши компьютеры, на которых мы работаем и выполняем нашу работу в качестве видео, фото и музыки. Основная мысль этого видео, наверное, в том, чтобы сравнить наиболее популярные модели MacBook разных годов и посмотреть, как они в данном 2021 году между собой сравнимы. Мой компьютер, на котором я работаю, который я использую, это MacBook 2015 года, 15-дюймовый, с процессором i7 2.8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD-диск и отсутствие дискретной графики. И компьютер Влада, который MacBook модели 2019 года, куплен в 2020. Он имеет шестиядерный уже процессор i7 на 2.6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, уже 512 ГБ SSD-диск и дискретная графика от AMD. Правильно? Да. В чем же основные различия этих моделей? Можно ли их вообще сравнивать между собой? Потому как между ними разница больше пяти лет уже получается, да? Нет, не больше. Около пяти лет. Около пяти лет, да. Наверное, стоит начать с размера экрана. В модели 2019 года экрана несколько дюймов больше, чем модели 2015 года. Однако их периметр обоих моделей, он абсолютно одинаковый. Что касается веса, то модель 2015 года несколько, наверное, несколько грамм тяжелее, чем модель 2019 года. На полкилограмма. Да, на полкилограмма. То есть этот весит 2 килограмма, а 2019 весит 1,4, 1,5. И толщина модели 2019 года, она несколько уже, чем модель 2015 года. Несколько меньше, да. Да, то есть на самом деле он более такой лайтовый, легкий и его проще с собой везде таскать. Нужно еще упомянуть, если говорить про экран, о яркости и о встроенных функциях True Tone и HDR, поддержка HDR. Потому что, насколько я знаю, в макбуке 2015 года яркость, заявленная Apple, это 300 нит. Вот на этом же макбуке, на 2019 году, яркость 450 нит. Ощущается, как, ну, на самом деле процентов на 20, 15 процентов ярче. Еще что хотел бы упомянуть про экран, про функцию True Tone. Это автоматическая подстройка цветов экрана, отображающихся на экране цветов, под окружающее освещение. То есть если ты, например, сидишь... Классная функция, да. Если ты сидишь в дневном свете, то тебе нужно в монитор добавить больше там белого. И он автоматически это делает. То есть чтобы твои глаза, они не так сильно уставали от монитора, и было просто приятнее на него смотреть. И тут, я думаю, стоит уже дальше упомянуть про батарею. Да. Вообще тут, наверное, еще стоит даже сказать про графическую карту, которая встроена в макбук 2019 года. Из-за того, что там графическая карта мощнее, чем... Ну, во-первых, начнем с того, что она там есть. Во-первых, она там есть дискретная, да. Здесь нет дискретной графики, здесь встроенная графика процессорная. Из-за того, что в модели 2019 года есть эта графическая карта, батарея садится... Да, батарея здесь... Просто за несколько часов. Несколько часов, да. Причем ты можешь сидеть даже просто серфить в интернете, она будет гораздо быстрее. Да, и не важно, какие задачи ты выполняешь, она все равно будет садиться за 2-3 часа. Так что, друзья, носите с собой зарядки. Но плюс у этого макбука в том, что у него входы USB Type-C, и, в принципе, можно какой-то мощный пауэрбэнк, если есть, то им можно заряжать даже компьютер на ходу. То есть, что нельзя сделать вот с этим компьютером, потому что у него MacSafe 2 зарядка. Я хотел бы отдельно отметить клавиатуру и тачпад, потому что, как всем известно, моделей 16, 17, 18 годов в макбуке у них были огромные проблемы с клавиатурой. И вот эта новая конструкция, которую Apple внедрили в свои компьютеры, она дала сбой. И, на самом деле, многим людям пришлось менять компьютеры, приходилось подолгу ждать, пока им Apple по гарантии починит их клавиатуру. Потому что, как это называется, технология бабочка. Технология бабочка, да, когда клавиши, у них ход стал меньше. И, как бы, ну, в общем, другая технология, которую они начали делать с 16-го года, клавиатура, она абсолютно ненадежная. И миллион раз люди на это попадались. У всех случаются проблемы, что нужно менять клавиатуру. На 15-го года модели такой проблемы еще не было, клавиатура была нормальная. То есть, она не идеальна, но в то же время она не ломается. Вот уже сколько лет этому компьютеру, уже 5 лет этому компьютеру, и ничего с этой клавиатурой нет. По сути, я на ней, как бы, печатаю почти каждый день. И когда, как бы, никаких претензий, там, залипаний, еще каких-то проблем, ну, не было пока что. Но у моделей 19-го года клавиатура еще лучше, хочу сказать. Очень удобно, она очень легкая, плавная. Она повторяет движение, если можно так сказать, движение твоих пальцев. И она, на самом деле, чувствуется, как будто она воздушная. Вот если говорить про какие-то там тактильные ощущения. И тут, наверное, стоит упомянуть про тачбар, такая классная фича, которая тебе просто шикарно, замечательно экономит. Ну, вот лично мне она не очень нравится. Мне нравится. Ну, это кому как, то есть, на вкус, потому что мне проще нажать кнопкой громкости. Неправда, пока ты ищешь, куда тебе стрелочкой нажать на кнопку, за тебя это может сделать все тачбар. Это правильно, что это значит? Например, ты хочешь сохранить какой-то файл, ты... А, в этом смысле. Да, это я согласен. Но, если ты, например, хочешь быстро поменять громкость или яркость, еще что-то, то тебе нужно заходить в меню. То есть, ты не можешь сразу нажать на кнопку и менять яркость. Ты должен нажать на меню и как бы зайти и уменьшить. То есть, в этом ее минус. Кстати, Touch ID здесь очень полезен. Он тоже экономит твое время, потому что ты... Да, вместо того, чтобы постоянно вводить свой пароль, ты можешь просто прикоснуть свой палец. Кстати, насчет тачпада. В модели 2019 года, тачпад гораздо больше, чем в модели 2015 года. На самом деле, это очень удобно при работе с видео, если у вас, например, нет графического планшета. У меня он есть, я им пользуюсь, но для тех, кого их нет, это может стать удобной функцией, потому что, если у тебя, например, большой экран, очень много разных функций и разных, например, склеек видео, то тебе очень удобно передвигаться с помощью большого тачпада по экрану. Знаете, за что я реально люблю MacBook 2015 года? Так это за то количество разъемов, которые в нем есть. Это действительно удобно, это классно. Тебе... В общем, в модели 2019 года есть только 4 USB-C. И это очень неудобно. Вот эти штуки, они очень быстро ломаются. Чем вообще плохо USB-C? Точнее, отсутствие других разъемов, кроме USB-C в компьютере. Это плохо тем, что ты не можешь быстро передать файлы там с SD-карты к себе на компьютер, подключить какой-то USB-A аудиоинтерфейс, то есть по USB-A протоколу, который идет. В принципе, используя этот компьютер дома, не будет никаких проблем с тем, чтобы использовать там или подключать к нему какое-то большое количество периферийных устройств. Просто надо иметь вот эту вот док-станцию, да. Это вот единственный минус. То есть тебе нужно приобрести док-станцию. Расскажем сейчас про звук, про динамики. Да. Я хочу отметить, что в моем компьютере динамики работают, и как бы с ними никаких проблем нет, но нельзя сказать, что на них слушать музыку приятно. На модели 2019 года гораздо приятнее слушать музыку. Да. И там очень классно его можно использовать в качестве диктофона. Вот это тоже, кстати, в хорошем уровне. На приятном, на высоком уровне ты можешь записать там даже песню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И не имеет каких-то там профессионального оборудования. Начнем с того, что качество микрофона, встроенного у макбука 2019 года, в несколько раз лучше, чем у 2015, как и качество динамиков. То есть, если мы будем слушать какую-то музыку на этом компьютере, вы просто не поверите, что это играет из ноутбука, правда. Я когда первый раз услышал, я подумал, что какая-то колонка рядом, маленькая стоит, но на самом деле звук шел из компа. И вот это несоответствие того, что ты слышишь, тому, что ты видишь, меня очень на самом деле радует в этом компьютере. Теперь мы расскажем про внутренние особенности. Как я уже упоминала до, мы работаем в сфере видеопродакшена, мы монтируем видео, мы их записываем, мы работаем со звуком, с музыкой, сочиняем композиции и работаем с фотографиями. Давайте пройдемся немножко по начинке. Вот нужно сказать, что в моем 15-го года компьютере стоит процессор i7 четырехъядерный, тактовой частотой 2,8 ГГц. Насколько я помню, он шестого поколения, шестого, по-моему, поколения, могу ошибаться, но, по-моему, шестого. Но до сих пор я его использую для монтажа и работы со звуком, и, в принципе, проблем особых не возникает. Только на совсем таких перегруженных сессиях, где много там миди-инструментов виртуальных, начинает он выдавать систему оверлот. Но в большинстве случаев удобоваримые, в принципе, можно использовать. На этом компьютере же стоит у нас шестиядерный уже процессор, то есть на два ядра больше, и он девятого поколения. Но разница в поколениях между шестым и девятым, она на самом деле довольно высокая, довольно большая. Когда вы начнете работать на вот этом компьютере, вы сразу же ощутите прирост в скорости, в мощности. Не забывай, что здесь еще мощная графическая карта, которая также влияет на монтаж и на работу, например, с видео. Да. Кстати, можно упомянуть, какая здесь графическая карта. Вот этот модель компьютера, это с картой AMD Radeon Pro 5300M на 4 гигабайта. То есть это базовая модель графической карты. И по своему опыту я скажу, что меня очень даже удовлетворяет работать с данной картой. Да. Я не делаю максимально каких-то сложных проектов в 3D, я не работаю с 3D графикой, я работаю с видео и с какими-то простыми 2D анимационными проектами. У меня не было ни разу такого, чтобы мой компьютер, грубо говоря, завис в какой-то очень важный момент, потому что карта на самом деле меня жутко выручает. И многие проекты и также экспорт файлов происходит довольно быстро, не только, кстати, видео, но и фото. И я могу сказать, что для тех, кто хочет найти себе относительно недорогую модель MacBook'ов, но при этом с хорошей картой, которая будет варить ваше видео и хорошо их экспортирует, то я вообще бы посоветовала купить данную модель компьютера. Но надо упомянуть, что эти компы, они без дискретной графики в принципе не существуют. То есть они все с дискретной графикой. Это в принципе даже плюс в какой-то степени, потому что покупаете минимальную комплектацию, у вас уже есть дискретная графика. Мы сейчас откроем один и тот же проект, видео 4K, который мы вместе сделали с Егором. И посмотрим, за сколько секунд или минут будет каждая из моделей MacBook'ов экспортировать данный проект. Сейчас я открою проект 4K и сделаю его экспорт. Сделаю стандартный экспорт, мастер-файл для YouTube'а, ваш 264, 4K на рабочий стол. И посмотрим, за сколько секунд он будет это делать. Вот видео экспортировалось. Произошло это достаточно быстро. За 27 секунд мой компьютер смог обработать видео в 4K. Мой компьютер обработал то же самое видео за 55 секунд. Мы увидели, что модель 2019 года, она экспортирует видео гораздо быстрее, чем модель 2015 года. Да, прирост скорости, конечно, очень заметен. И это все благодаря, конечно, процессору, более новой модели процессора. И графической карте. Конечно, да, наличию графической карты. А теперь мы обратимся к Logic, которая не так требует на графической карте, сколько к процессору. Я создал проект в Logic, который состоит из 110 дорожек. На дорожках по 5 плагинов, на аудиодорожках. Первый — это эквалайзер, второй — компрессор, третий — это лимитер, спейс-дизайнер и автофильтр. На дорожках с инструментами виртуальными у меня тоже по 3 плагина. На каждом из этих инструментов включен разный пресет. И, в принципе, с такой нагрузкой мой компьютер справляется еле-еле. То есть на грани перегрузки. Хочу заметить, что на экспорт финального файла ушло около минуты, то есть 58 секунд. Но даже при такой серьезной нагрузке я считаю, что это неплохие результаты. И они доказывают лишний раз то, что на данной модели еще до сих пор возможно абсолютно нормально работать, сводить и даже делать аранжировки. Моему же компьютеру понадобилось 30 секунд, чтобы обработать данный проект. Ну вот мы увидели, что лоджик, в принципе, тоже стал гораздо быстрее работать. И, ну, это ощутимый прирост в мощности. Но я замечу, что на модели 2015 года до сих пор можно делать стоящие проекты. И вот я все свои проекты недавние делал именно на этой машине. Я не могу сказать, что мне было неудобно или некомфортно, потому что все-таки процессор у него довольно мощный даже для 2021 года. И еще хочу сделать такой акцент на Lightroom, потому что, ну, кто-то, конечно, работает в фотошопе, кто-то в Lightroom, каждый выбирает для себя. Однако я хочу также заметить, что в Lightroom происходит достаточно быстрый экспорт. До модели 2019 года у меня был, похоже, MacBook 2015 года, только 13 дюймов. И что я могу сказать, что, например, экспорт фотографий в количестве 100 штук у меня мог происходить в течение 10-15 минут, что является достаточно долгим процессом. Если сравнить с вот этой моделью, я сейчас покажу, конечно, но экспорт фотографий происходит буквально за 15-30 секунд. То есть это достаточно быстрая рекордная скорость. И если вы, например, работаете в режиме, у вас все горит, и вам нужно прямо сейчас скинуть заказчику хоть какие-то фотографии, пусть даже сырые, но хотя бы переделать из RAW в JPEG-ах, то вот эта модель, она просто идеально справляется с данной задачей. Это круто экономить время. Да. Это точно. Я решила посмотреть на примере экспорта 400 фотографий, за сколько мой компьютер сможет их обработать. Я решила взять исходники RAW и сделать их экспорт JPEG. Фотографии немаленькие, примерно 3000 пикселей на 5000. Все, 8 минут понадобилось моему компьютеру, чтобы обработать 400 фотографий RAW в JPEG. И это довольно хороший показатель. Ну что, Егор, планируешь ты теперь обновляться? Нет. Я хочу подождать, пока Apple выпустит версию 16-дюймового MacBook'а на их процессорах, собственных Silicon процессорах. Вот сейчас вышли вот эти новые Mac'и на M1 процессорах, и они уже показали невероятный прирост в мощности. Тем не менее, друзья, неважно, гонитесь ли вы за последними инновационными технологиями, или вы ретроград, как Егор, да-да-да. Главное... Главное, работайте, творите и создавайте проекты. И хотим пожелать вам удачи, успехов в ваших проектах, конечно, смотреть нас. И, в общем-то, всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok